Здравствуйте, Александр! Я Александра Мациоски, это Никита. Мы учимся в этой школе первый год. Расскажите, как вы поступили у неё? В каком году? Это было давно. Это был первый набор в школу. Школа ЗМАХ заявила о себе. Вот первый набор, мы не попали. Нам говорили, что был очень жёсткий отбор, и было 300 человек, и школа тогда даже себя ничего не представляла. Ну, как бы она была, но вы ездили по частям города. Да, да, это было прям очень интересное. А как вы прошли этот отбор? Мне запомнились бизнес-игры. По-моему, вот в результате вот этих бизнес-игр, у вас проводятся бизнес-игры? Да, сейчас есть. Тогда была какая-то такая штука, что прямо снимался, было снято всё декалин совета. Помню, декалин совета это было. Владимирский, я точно не помню. И там целый день у нас была бизнес-игра. Была куча народу. К нам выдавали какие-то бумажки, которые мы должны были, сырьё, товары, аукционы. Ещё какая-то была такая глобальная бизнес-модель создана, в которой мы все варились. А вот расскажите про ваш класс. Кто вам больше всего запомнился и кто из девочек больше всего понравился в первые дни? Давайте я расскажу вообще, как у нас происходило обучение, потому что вы правильно вспомнили эту главную фишку первого набора, в том, что мы были такими кочевыми цыганами. То есть у нас не было на постоянном месте дислокации. И я уж даже не помню, сколько мест мы переменили за время нашего обучения. И это было интересно. То есть такой кочующий дом образовательный на колёсах, он был интересен. Несмотря на то, что мы всё время переезжали, и то снималось помещение в какой-то гостинице, то там на Невском, я помню, были какие-то помещения странные. Там, где-то там чуть ли не на мансарде. При этом образовательный процесс шёл очень интенсивно. То есть у нас очень такие мощные были интенсивы, и было два таких выезда интересных. У нас был выезд то ли в Анапу, то ли в Крым. Интенсив по английскому на две недели мы выезжали. Ну, выезжала так называемая группа, забыл, ну, типа, лидер группа, да, то есть отбирались люди, которые как-то чем-то заслужили, да, каким-то центром. И второй был интенсив, мы уезжали в лагерь Орлёнок, тоже недели на две. Да, у вас же там были деловые игры, да? Да. Наверное, да. Говорят, что в школе вы не сильно были увлечены театром, то есть... Или это слухи? Вот, мне кажется, с Орлёнка как-то началось, потому что помимо того, что мы там проводили деловые игры, и помимо того, что мы вообще там время как-то весело проводили, потому что мы уже были такие взрослые, вот, и тусовались там, гуляли. И там же у нас были театральные классы, и было что-то типа театральной постановки. Раньше я не участвовал, да, до Орлёнка, потому что в Орлёнке как раз я первый раз принял участие в какой-то небольшой роли. А расскажи, пожалуйста, вот о своих работах, да, вот что ты ставил, где ты играл, сейчас у тебя происходят репетиции, вот о своей такой актёрской театральной жизни. Ну, я закончил театральную академию в 2000 году, и после 2000 года сразу же я пошёл работать в ТЮЗ, в Театр юно-зрителей. Там и 10 лет отработал. Ну, в ТЮЗе, наверное, вы бывали, да, это театр для детей и подростков, и поскольку у меня такая фактура, как сказать, такая подростковая, что ли, фактура, да, была, когда-то. Ну вот, то, соответственно, я очень много играл всех этих ролей главных, да, потому что в детских спутах много таких ролей. Гранёк, горбунок, там, какие-то мышки, там, ещё другие зверюшки, дети, мальчишки и так далее. Вот. И параллельно с этим, поскольку мне маловато было ТЮЗа, да, ТЮЗа имеет свои рамки художественные, я, мне хотелось играть какие-то камерные спектакли, и один из спектаклей, был спектакль, который мне помог реализовать как раз «Розмах», это был спектакль, моноспектакль, то есть я там брал один. Назовался он «Как я спасся от Гитлера». Это сделано по материалам нескольких литературных произведений на тему Холокоста, да, то есть Великая Отечественная война, еврейская семья, которая попадает, вот, там, в концлагерь и борется за жизнь. Там мать погибает, достается отец и сын, и в итоге погибает. Там и отец, в общем, такая передряда. Вот, этот спектакль какое-то время шел, мы даже взяли какой-то приз, потом все, все проекты, они как-то рано или поздно заканчиваются, вот, это тоже закончился. В ТЮЗе я отработал 10 лет, и 10 лет достаточно, ну, мне кажется, много для работы, в одном театре, не хотелось что-то еще. У меня начались съемки в кино, и я как-то воспользовался этим случаем, потому что нужно было уехать на полтора месяца в Таиланг сниматься, и с театра я ушел, вот, и стал сниматься в кино. А потом кино закончилось, и я стал играть как раз в камерных спектаклях, таких лабораторных, это были такие подвальные спектакли очень интересные, такое было движение молодых режиссеров, потому что что-то там такое интересное делали, ну, у нас такой подвальный был театр, лаборатория. Ну, в общем, там много было, на самом деле, очень интересных, потому что это такая была большая лаборатория, то есть она тоже такая движущая, там было много проектов, они все время менялись, менялись. Один из проектов был интересный, например, это был такой обмен с итальянским театром, то есть итальянский режиссер ставил с нами итальянскую пиесу, мы ее ставили здесь, потом ездили в Италию, играли премьеру, играли в Италии, в Милане, потом приезжали здесь, у нас была вторая премьера уже здесь, ну, это такая интересная. В это время русский режиссер ставил в Италии, ну, в общем, в этом и заключался обмен. Потом у меня был интересный проект в Норвегии полтора месяца, мы жили, репетировали спектаты детские, потом по Норвегии мы ездили с такими гастролями, ну, это прям настоящие гастроли, то есть у нас был микроавтобус, ну, такой, как сказать, кочующий артистный микроавтобус, мы с вами там за рюмом приезжали, расслабили декорации, играли, потом ехали в следующий год. Сейчас я репетирую в театре подъют комедианта, репетирую Гоголя Ви, называется произведение. В конце мая будет премьера. Я там играю, получается, уже в двух спектаклях, и вот третий репетирую. Я там играю в спектакле по рассказам Шубшина, называется хорошо очень. Еще в одном спектакле, варшавской мелодии, у меня там небольшая такая вспомогательная роль. Ну, и это то, что касается приют комедианта. Еще у меня есть такие, мне очень нравится жанр клоунады, такой эксцентрики, я одно время много очень сотрудничал с такой театром комиктрест, и очень много у меня было снимок с этих проектов. Сейчас я иногда участвую в спектакле. Ну, самое интересное в жизни артиста – это гастроли. Ну, это гастроли, если это съемки, то вот какие-то экспедиции в другие страны. Это, наверное, самое интересное. Потому что одно дело быть в другой стране как путешественник, а другое дело там работать. Возникает сразу другое ощущение. Слушай, а вот ты заканчивал как раз вуз, да, а для театров это был один из таких непростых периодов. Как-то и зрителей стало меньше, и как-то ставилось что-то так меньше. И театры как-то в конце являлись, и исчезали. Ну, возможно, сейчас самое лучшее время для театра. А какие сейчас сложности у вас есть? Сложности? Да, театральные. Ну, наверное, все-таки, да, сейчас получше стало, чем в 2000-м декаде, мне так кажется. Потому что театр как-то, ну, вот, находился как на каком-то перепутье, да, потому что времена поменялись, а театр долгое время придерживался очень консервативной модели, да, которая была принята в советское время, и так далее. И театр долгое не мог стать современным, да, потому что во всем мире театры имеют самые разнообразные формы. Их можно принимать, можно не принимать. Они иногда имеют какую-то там точку зрения или вот форму, которую мы не сможем понять, вот. А у нас театр долгое время представлял собой вот обычные, такие, диалоговые пьесы, да. Вот, ну и сейчас очень много есть хороших соревнований режиссеров, которые исповедуют там много театров. У театров много разных форм. И такое есть театр, и сякое есть. Скажите, насколько сложно поступить, учиться вообще? Каково это учиться в театральном институте, училище? Это один из моих планов на жизнь, и это интересно. По поводу поступления в театральную академию много ходят различных мифов и баек. Там действительно большой конкурс, особенно для девушек. Вот. Как-то так получается, да? Мужчинам проще поступать. Я поступаю не с первого раза. Я поступаю со второго раза. Поэтому, наверное, может быть, что-то было непросто. Хотя, когда я поступал второй раз, я уже успел до второго раза как-то поднадореть, поучаствовать в театральных каких-то студиях, даже поиграть в кукольном театре, с детскими спектаклями. Поэтому второй раз я уже поступал как-то очень уверенно. И мне, по моим ощущениям, мне казалось, что это легко. Вот мы буквально перед интервью обсуждали поступление в школьный театр. Там кастинг. И мне очень сложно понять, что вообще туда надо. Говорят все, что угодно. Что конкретно угодно? Что вот показывали, играли, может, пели? Вот конкретно вы эту трубку. Ну, для поступления в театральную академию есть определенный набор, набор, так сказать, произведений, набор опций, которые ты должен подготовить. Да, это первое стихотворение, басня, проза, танец и песня. Это, если ты умеешь к этому музыкальных инструментах, ты тоже должен, это будет твой, как бы сказать, плюс при поступлении. Это то, что ты должен принести. В идеале стихотворение должно быть несколько, раскрывающих твою, так сказать, многограммную актерскую натуру. Лучше, если басней будет две. Лучше, если проза тоже будет две. Ну, смотрите, я читал, ну, поскольку я поступал второй раз, да, уже, и я прошел какой-то уже такой определенный путь вот до этого второго раза, я понял, что нужно поступать с тем, что, ну, тебе очень нравится прям, что почему-то чувствуешь себя уверенным. Вот, и это было самое важное открытие. На самом деле, это то, что вообще составляет суть актерской профессии. Ты не можешь сыграть то, что тебя не трогает. Актер становится интересен только тогда, когда он говорит что-то такое, что его лично трогают. Поэтому, например, мне вдруг почему-то у меня попала басня «Две собаки». Я до сих пор даже помню слова. Дворовый верный пес Барбос, который барскую усердно службу нес, увидел старую свою знакомку, жужу, кудрявую баллонку на мягкой пуховой подушке на окне. К ней лазь, если как будто бы к родне, он, а то сердце чуть не тает, он под окном, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, и лает. Ну что жужутка, как живешь с тех пор, как господа тебя в хоромы взяли? Ведь помнишь, в дворе мы часто голодаем, какую службу ты несешь? «На счастье грех роптать», — жужутка отвечает. «Мой господин во мне души не чает, живу в довольствии и добре, и я его пью на серебре». А если время-то прошло, я уже не помню эту басню. В общем, я читал вот эту басню, потом читал рассказ Харса, юмористический, «Помеха» назывался. Несколько стихотворений у меня было разных самых. Было детское стихотворение, надо было уметь читать. Это тоже был Хармс. «Иван Иванович самовар! Был пузатый самовар, трехведерный самовар, В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, трехведерный кипяток. Утром рано подошел к самовару». Так, тут пена, да. «Утром рано подошел, самовару подошел, дядя Витя подошел». Дядя Витя говорит, «Выпей что ли?» говорит, «Чаю что ли?» говорит. Ну и так далее. В общем, там все персонажи были разные. Ну, нужно было показать, что я могу, так сказать, быть ядом и трезвым. Точно. Вот. Было лирическое стихотворение, нужно было прочитать. А к кому вы поступили, к какому мастеру? Мой мастер Михаил Александрович Левшин. Это театр комедианта. Не приют комедианта, а театр комедианта. Вы играли, наверное, много ролей. Расскажите, вот, любимых, для самых запоминающихся. Ну, я могу рассказать про тот спектакль, который мы сейчас репетируем. Это произведение Гоголя Ви, о котором вы знаете, наверное, да? Потому что это в школьной программе, вроде, проходит. Или вы не помните ничего, у вас не стоит научить эту тему. Прекрасное вставание из гроба, паночки. Ну да, вот это, поднимите мне веки. О, да. Нет, ну просто смысл это там в чем? Там в конце даже смысл, как бы, говорит. Типа, вот, не испугайся он, возможно бы, ничего бы не было бы. Типа, он сам испугался. Ну, в общем, как... Ну, а была на самом деле ведьма, или нет? Да. Кто-то здесь верит в ведьму? Типа, в реальном мире? Ну, ну, мы предполагаем, что все-таки описанное какое-то иметь... Должно иметь почву под ногами. Ведьма жизни Гоголя. Ведьма жизни Гоголя. Ну, обычно, в общем, Ви и Гоголя трактуют, и в школе, по-моему, да, исходя из того, что ведьма действительно существует. Ведьма, там, что там настоящая ведьма, что она лежит в гробу и так далее. Но мы, репетируя сейчас постановку, мы исходим из того, что вот мы, я ни актер, ни режиссер, мы никогда не видели, там, человека, встающего из гроба. Никто из нас не видел реальных каких-то... реального колдовства, когда, ну, какое-то колдовство происходило прямо на наших глазах, такая трансформация, да, как это у Гоголя описано, там, мертвецы, там, гробы, летающий гроб. Никто такого из нас не видел. Поэтому нам кажется, что Ви — это те люди, которые... Там они просто бесконечно рассказывают истории страшные. Ну, помимо того, что этот хамас дежурит у гроба, люди, которые находятся вокруг него, они постоянно рассказывают какие-то страшные истории. А это, видимо, еще сделала тот. А еще она украла с кердусьена. А там у девчонок косу отрезала, когда кровь выпила. И бесконечное вот это перемалывание, перемалывание с пустого в порожнее и создает вот это Увие, вот этот вот бесконечный трендеж, да, который люди от такой праздности, они ведут. И это, мне кажется, очень современно, потому что мы живем как раз в мире, где все бесконечно вот так вот обсуждается. Ну, недавно произошло вот это вот драматическое происшествие, да, пожар в соборе Парижской Богоматери. Вот. И когда там открываешь социальные сети, то там какие-то душераздирающие посты можно видеть. Сгорело, там, сердце наше сгорело, т-ра-та-та. Что же теперь будет, мир не будет прежним? В трезвом случае, что люди пишут, там крыша обвалилась и шпиль. Шпиль уже меняли в 1900 году. Да, крыша обвалилась, там старинные балки, которым сотни лет. Но это, нету в этом какой-то невосполнимой трагедии. Ни один человек не погиб и так далее. Ну, все равно, все равно это плохо, все равно это катастрофа. То есть, и вот это вот и создает вот этого Увия. который, на самом деле, ничем, кроме наших страхов и бесконечного перемалывания вот этого словесного, ничем не подкреплен. Вот. Ви — это мы. Вот такая у нас. Ви — это мы, народ. Я как раз вот играю одного из персонажей, который рассказывает истории. Там, например, у нас, кроме того, что Гоголем задано в этом произведении, мы еще туда привнесли историю из произведения «Нос». То есть, мой персонаж расскажет, что в одном городе я слышал, жил майор. Он просыпается с утра, а его заколдовала одна ведьма. Ну, прямо заколдовала. Он просыпается с утра, чувствует, что-то не хватает. Он там всех почесал на месте, голову потрогал на месте, ухи покрыли. Чего-то не хватает. Вышел на улицу, идет баба ему навстречу, смеется. Где твоя картопля? Он хватит за нос. Носа нет! И он подбежал к этому ведьмому дому и смотрит. Подъезжает бритика, и там из этой бритики выходит его нос! Нос! А потом этот нос. Ну, в общем, короче говоря, вот эта бесконечная история, мы там все рассказываем. Все, заинтересовались, заинтриговали. Да. Придется идти. Еще там хамабрут у нас будет такой крутой. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Там, может, мечты какие-то или нет? Ну, вот из моих... планов я бы хотел работать в каком-то, может быть, уже постоянном театральном коллективе, который был бы объединен общими художественными ценностями, общими интересами, какой-то небольшой театр или небольшая труппа. Мне бы хотелось, наверное, уже как-то, так сказать, в этом устаканиться. Это то, что касается, наверное, больше мечты. Ну, по поводу планов, впереди премьера, потом лето. На следующий сезон хотелось бы заняться кинокарьерой поплотнее, потому что для этого нужно делать определенные шаги. Да, я женат, у меня есть ребенок. Ух ты, я что-то ничего не слышал. Скажи мне правду почему-то, да? Да, что-то как-то мило. Это твоя жена, она актриса? Нет, нет, у меня жена, преподаватель по йоге. Вы занимаетесь йогой? Да. У нас свадьба была в мае 2018 года, и у нас малышка маленькая, 4 месяца. Ух ты, а как ее зовут? Ума. Ой, я же, да, я помню эту историю ВКонтакте. Саша, да, да, да. У меня же двое детей. Во-первых, это как раз годы через два дня мы в школу подходим. В эту школу? Надеюсь. В этом, говорю, школу надеяться. Ну, далековато до этой школы ездить. На Вижнюю. Можно на Вижнюю. Да, есть. И туда, еще дальше. Что можете вообще сказать о жизни актера? То есть, как это, быть актером? Ну, примерно так, как взмах в первый год существования. То есть, такая почивая жизнь, отчасти. Ну, говорят, актеры ноги кормят. И у актеры такая профессия, которая развивается постоянное движение. Сейчас так устроены многие театры, что мало очень осталось театров, у которых есть труппы, постоянных трупп. И большинство актеров работают в разных местах. И эти проекты, их нужно искать, нужно о себе заявлять, нужно проходить кастинги. Такие же кастинги и в кино проводить, и развлекательных шоу-прайд. А вы же вроде бы перед тем, как пойти в театральный, шли в строительный. Как вы попали в театральный? А почему вы перешли в театральный? Ну, вот на тот момент я в строительный поступил просто, чтобы доказать, что я могу… Ну, мне хотелось вот доказать себе и родителям, что я могу спокойно поступить на экономический… Это был факультет менеджмента в престижный ВУЗ, и я поступил, и там вот учился мой друг и одноклассник Алексей Жуков. Многополучно мы с ним вместе поступали. И после этого мне это было уже как бы неинтересно, потому что я в этом не видел себя, да. Я на тот момент уже занимался в театральных студиях, в разных танцевальной импровизации, там, театром. И я постепенно, постепенно все больше погружался в театральную жизнь, и в итоге, после многого года я из института уже ушел. А у вас остались люди, с которыми вы общаетесь после ухода со взаимофа? Да, да. Вот Алексей Жуков, мой друг, он с детьми на спектакли ко мне приходит. И мы к классам собираемся регулярно. Вы же еще не только играете, но и ставите. Расскажите об этом. Скажем так, я не ставлю как режиссер, да. То есть у меня есть опыт организации некоторых таких проектов, да, там, социальных в том числе. У меня был проект, например, с трудными подростками. Я не могу сказать, что я его ставил, да. Я просто был, так сказать, организатором и главной играющей силой. Я этот проект придумал. Я занимался, так скажем, театральным мастерством с ребятами, которые оказались в сложной ситуации. То есть они либо живут в детском доме, либо второе место, это была социальная гостиница, где дети живут вне семьи. То есть у них в семье какие-то проблемы, они там не могут жить. И мы с ними занимались таким вот театральным делом, какими-то основами актерского мастерства. И кроме этого они, ну, на каждом занятии они рассказывали что-то, какие-то истории из своей жизни. Потом эти истории, эти истории все записывались. Из них получались монологи. Мы отбирали эти монологи. И дальше мы делали спектакль, который состоял из их монологов. То есть они говорили не текст пьесы или какой-то чужой текст. Они говорили текст, который они же сами и придумали. Ну, мы его добавляли в какую-то художественную форму. То есть был на сцене настоящий диджей, который крутил пластинки, все это. Иногда это происходило там в жанре рэпа или... То есть мы находили в этом коме какую-то художественную форму. А как вообще, ну, ваша жизнь после «Взмаха» поменялась? Ну, когда вы пришли в него. А, когда я пришел в него? Ну, да. Она же у вас очень сильно изменилась из-за этого качающего образа жизни. Ну, конечно, «Взмах» дал такую мощную дозу адреналина. Потому что, ну, наверное, обычный школьник думает о том, что нет ничего скучнее, чем обычный в школе. И поскорее бы она уже закончилась, да. Я учился в себя достаточно хорошо. И мне скучно было в обычной школе. Потому что, ну, ну, все равно такая усредненная программа, где кто-то подтягивает там хвосты, у кого-то... Ну, и так далее. И, в общем, в итоге основной процесс обучения замыкается на тех, кто учится не очень хорошо, да. Потому что их нужно, чтобы они догнали. А те, кто учится хорошо, им как бы скучно становится вот так. Во «Взмахе» этого не было. Всегда, и думаю, что сейчас, наверное, такого нет. Им уверен, что такого нет. Да, там всегда вот есть место всем, да. Те, кто идет вперед, у них, им добавляются какие-то интересные проекты, им добавляются какие-то дополнительные занятия, еще чего-то, дополнительная нагрузка. Да, то есть у всех в жизни есть какая-то движуха. Вот самое главное, что в «Взмахе» дал, это движуха такая мощная. Вот вы сейчас видели, наверное, немножко здание школы. Что можете сказать им? Ну, я очень рад. Я прям горжусь тем, что сделал директор, и тем, что сделали учителя. И вот этот весь костяк, который я знаю уже столько лет. Даже сразу на данном, сколько лет. Ну, вот, и здорово, что этот костяк, он вот так вот продолжает такое движение мощное. Ну, это прям очень большое дело. Вы мне так и не ответили на вопрос. Кто же вам из класса-то понравился в первую очередь? Вот у нас девочка, она, кажется, моя Саша, Федорова, мне очень нравилась. Хороший ребенок. Саша, Федорова, она сейчас вам ближе. Ну, у меня была влюбленность такая школьная, но она училась в другом классе. А нет, я не помню фамилию. Фрошевская. А? Фрошевская. Фрошевская. Да? Ты ее знаешь? Естественно. Ну, вот, больше такого чего. А вот общее впечатление от класса, он был дружный или не очень? Класс у нас был дружный очень и очень такой, заряженный. То есть была такая даже конкурентная среда. То есть дружба была не в том смысле, что мы там ходили пиво по подъезду пить, да, или там, я не знаю, сигареты где-то пытались достать. А дружба такая даже была вот какая-то такая конкурентная, да. То есть каждый старался быть лучше чем-то, что-то такое интересное сделать. Я не знаю, как сейчас, у вас существуют проекты? Да, сейчас существуют. И тогда тоже были проекты, и почему часть проектов были, ну, такие, абсолютно реальные. То есть я, например, сделал там пункт по продаже газет. То есть это был реальный пункт с реальным офисом, с реальным получением, с реальной продажей газет, вот, с реальными работниками и так далее. И каждый старался в этом быть лучше, даже своего друга. Поэтому и такая вот здоровая конкуренция в дружеской среде, она очень хорошо работает. У нас сейчас тоже есть газета, только маленькая, школьная. Не получится это как-то так. У нас была реальная газета. Это была газета, которая выпускала один из спонсоров в школу ЦМА. И смысл моего проекта был в том, что, ну, то есть нужно было распространять эту газету. Газета была районная. И мы сначала просто пытались в метро ее продавать. Просто реально мы пошли в метро, и она ее продавать, и никто не покупал, потому что она никому не была интересна. Она была от Токарстон-Гвардейского района. И после этого мы, так сказать, проанализировали ситуацию и поняли, что самое интересное, что в этой газете есть, это сетка кабельного телевидения, расписание кабельного телевидения. Тогда было популярно очень кабельное телевидение, потому что там можно было посмотреть какие-то видеофильмы, то, что невозможно по-телеку, по-обычному. И мы начали распространять эту газету адресно по квартирам. То есть мы ходили по району, потом мы поняли, что мы не можем всю газету продавать, потому что у нас там было двое в этом проекте. И мы наняли, в смысле как-то так привлекли, дали объявление, огромное количество, ну, не огромное, ну, там человек десять было, наверное, мальчишек, девчонок, школьников. И они с этими газетами ходили, то есть у нас был тетрадь учетов, тот, сколько газет взял. И они ходили, продавали, наносили деньги, они зарабатывали деньги, и мы зарабатываем деньги. В общем-то, прям реальный был такой бизнес-проект. Что вы можете сказать об учителях? То есть, вроде, вашей классной была Мера, какие были любимые учителя? Венеру мы сюда очень любили и любим. Станиславская, Валентин Георген, конечно, это условно, это вообще учитель номер один. Кто это? Что она вела, Саша? Что она вела? Не все же знают, что она вела. Она вела Станиславская, что могла вести, так сказать, что мог вести преподаватель с вами в Станиславской? Конечно же, театральное дело, он был режиссером главного в Азмахе. Вы же не ходили сначала, не театрально. Да, почему не ходили? Ну, у меня было-то получалось, видимо, какой-то был внутренний такой зажим, что у меня не получалось. У нас просто очень был театральный класс. Там были ребята, которые, ну, прямо ходили на сцену, готовые артисты. Ковский такой, Володя. Миша Свящев, Дима Гришин, он сейчас в кино снимается. Мы с ним пересекаемся на актерских сетях кастерах. Я вижу, да, его фотографии, прямо прекрасные. Так что вот были ребята, прямо-таки, очень сильные в театре. А я как-то вот стеснялся. Мне казалось, что я настолько хорошо не смогу, как они. И это стеснение мне мешало. Поэтому я решил, как сказать, пойти своим путем отдельно от школы. Да, и стал ходить в театральные студии, чтобы как-то набрать там вот вес. Вы же знаете, что скоро 30-летие взмаха. 30-летие? Да, 25 апреля будет 30-летие взмаха. Это значит, что... Будет огромный праздник. Это значит, что это 30 лет назад, да, поступил? Серьезно? Это же не как 30 лет назад. Ну, в какой ты класс поступил? Тогда была только старшая школа, были маленькие реки Тикитаве. И набор 9-й класс, бизнес-школы. Ты пришел в 9-й класс. То есть у нее было 12 лет? Это 15 лет. 9-й класс, это 15 лет. Ну, сейчас, ну, 42, а не 45. Значит, взмах начал существовать немножко раньше? Ну, маленькие группы для маленьких. Реки Тикитаве. Да, 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 это вот эти группы для дошкольников. Ну, 30 лет, тем не менее, красивая дата. Ну, я бы очень хотел пожелать взмаху в вашем лице и в лице присутствующих здесь цитатов. Я бы хотел пожелать такой же вот интересной жизни, которая взмахлетет, и не терять вот этой своей интересности, этой своей своеобразности, изюминки. Это школа, в которой есть своя атмосфера, и, безусловно, это очень важно. Атмосфера – это то, куда хочется приходить, возвращаться, очень хочется напитаться. И это удивительно, что на таком большом промежутке времени, такая дистанция, эта атмосфера, она сохраняется, и, как сказать, еще наполняется. Ну, и, безусловно, хочется пожелать, если есть такие цели, наверное, есть какие-то амбитуционные цели, раз есть сейчас уже второе здание, да, ведь второе, да, на Ленинском одно, сейчас второе. Должно появиться третье, значит, если есть второе. Да. Да, хочется пожелать. Ну, а вам я желаю найти свое предназначение в жизни. Это пафосно звучит, но это не всегда просто. То есть, вдруг в какой-то момент вы поймете, что вы на своем месте. Или, может быть, сейчас уже понимаете. Спасибо вам за ответы ваши. За советы тоже. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное, что пригласили. Было очень интересно на школу посмотреть и с вами общаться.